Ну а качество ремонтных работ тесно связано с отсутствием долгов за электроэнергию потребителей. К примеру, Ленск. Недополучение денежных средств от населения города не дает энергетикам возможности произвести работы в полном масштабе. Отсюда регулярное отключение света в связи с аварийными ситуациями. Елена Порыгина узнала, сколько должны жители города и что думают по этому поводу сами ленчане. На сегодняшний день долг жителей Ленского района за электричество достиг 59 миллионов рублей. Недавно в городе прошли слухи, что неоплаченные счета со временем просто спишут. Никаким образом это аннулироваться не может, если у человека есть документы на собственность по этой квартире, либо ордер, договор социального найма. Ни в коем случае аннулироваться не может, если мы можем доказать, что действительно человек проживает. С 1 июля электроэнергия подорожала на 8%. Однако в кассы должники не поспешили. Вкладывается ощущение, что оплачивают все одни и те же. Вот как по накатанным. Суды подаем. Хочется до людей донести, что если не будет оплаты, то не будет и у нас новых опор, новых линий передач. Сейчас все жители в селе и городе платят по одному тарифу, тогда как в наследках доходы совсем другие. То же самое можно сказать и о разных возрастных категориях. Неработающие пожилые платят столько же, что и молодые работающие. Сделали бы как-то отдельно, что одни люди, допустим, платят так, другие люди так, все равно должны льготы какие-то быть. Тем же самым старикам. Как вот старикам платить, если у них ни пенсии, ничего. Когда свет есть, это хорошо, а когда нет, в темноте не очень сидеть, скучно становится. Телефоны не зарядишь, по Wi-Fi не помазишь. Елена Паригина, Виталий Андреев, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».